Казахстан О том, что сейчас происходит в области Абай, об уроках этой трагедии, предлагаю поговорить прямо сейчас. Для этого на прямой связи с нашей студией сейчас находится депутат Сената Парламента Республики Казахстан Айнур Армбекова, директор Гидромедцентра РГБ Казгидромед Марина Шмидт, исполнитель директора национальной волонтерской сети Татьяна Миронюк, а также эколог Вагим Епиев. Здравствуйте, уважаемые гости. И госпожа Армбекова, позвольте начать с вас. Насколько я знаю, вы вот только что побывали на месте происшествия в области Абай. Собственно, на ваш взгляд, ваша оценка, какова ситуация в зоне пожара? Здравствуйте. Сегодня объявлен общенациональный день трауры по погибшим в результате пожаров в области Абай. Я приношу свои искренние соболезнования семьям погибших. В настоящее время обстановка остается сложной. Сохраняются сильные порывы ветра. Тушение пожара продолжается в трех направлениях. Угрозы населенным пунктам в данный момент нет. Вчера в связи с порывом ветра до 20 метров в секунду пожар получил распространение в южном направлении от очага пожара. Это плотное задымление, низовой пожар. В сторону села Талица жители села были заблаговременно эвакуированы. Для защиты села выставлена пожарная техника. Пожар перешел на степную территорию и был ликвидирован. Министр по чрезвычайным ситуациям находится на месте для координации тушения пожара. Я думаю, что вы также заметили, как и я, что в сети, в социальных сетях распространяется разная информация, иногда противоречащая, скажем так, друг другу. Но, тем не менее, привлекает к себе те сообщения, и, мне кажется, наибольший резонанс вызывают, в которых, говорится, люди начинают описывать какие-то ситуации, что, дескать, не хватает того, не хватает этого, техники, еще чего-то и так далее. А что наблюдали вы? В социальных сетях и мессенджерах распространяется фейковая информация о том, что пожарным, работающим на тушение пожара, не хватает питьевой воды. Неизвестная женщина в аудиозаписи говорит о том, что в Бородолихе нет питьевой воды, и пожарные вынуждены работать на жаре, не утоляя жажду. Эта информация не соответствует действительности. Ежедневно Акиматом и волонтерами поставляется питьевая вода в достаточном количестве. Осуществлен подвоз в цистернах, развернутые полевые кухни, где готовится горячее питание для всех, кто задействован в тушении пожара. Считаю, что необходимо ужесточить ответственность распространителей фейковых информаций, особенно в такое сложное время для страны. И это отнимает много сил и времени, и мешает донести до населения достоверную информацию. Да, понимаю. Ну а что касается вот самого лесничьего и лесового хозяйства. Я понимаю, что сейчас прямо, можно сказать, пока еще трагедия не успела, скажем так, сбавить свой накал. Об этом может быть сложно говорить, но тем не менее, вот основные проблемы, которые на ваш взгляд, на которые стоило бы обратить внимание в их решении. Проблемные вопросы развития лесной отрасли, социального и материально-технического обеспечения неоднократно поднимали депутаты обеих палат в своих депутатских запросах, что указывает на отсутствие единой политики в развитии лесной отрасли в Казахстане. Дорожная карта развития лесного кластера в Казахстане до 2030 года, разработанная в 2022 году, до сих пор находится на согласовании в государственных органах в стране. Хотелось бы отметить, что в стране существует шесть государственных природных резерватов. Из них два лесных резервата, семей Орманы в области Абай и Иртес в Павлодаре. И после пожаров в Кустанае ответственные работники семьи Орманы подняли вопрос о таких же системных проблемах, которые не решались много лет, в том числе и об улучшении материально-технической базы. И побудила нас группа депутатов Сената. Буквально в феврале мы подняли этот вопрос в депутатском запросе по этим проблемным вопросам. Однако, к сожалению, соответствующие уполномоченные органы не отреагировали должным образом. То есть, насколько я понимаю, на ваш депутатский запрос был такой достаточно формальный ответ, отписка, да? Да, это была такая дежурная отписка, и об этом мы неоднократно говорили. Именно эти проблемные вопросы поднимали депутаты обеих палат и по зарплатам, и по материально-техническому обеспечению, необходимой техникой, оборудованием, оснащением и так далее. Спасибо большое, госпожа Органбекова. Я знаю, что у вас сегодня очень загруженный день и плотный график. Большое спасибо, что уделили время и рассказали об этих проблемах. Итак, прежде чем предоставить слово моему коллеге из области Абай, предлагаю посмотреть информационный новостной материал. Он вышел в эфир телеканала «Хабар-24» накануне. Был снят во время поездки президента Касамжмарта Тукаева в место происшествия. Но просто-напросто предлагаю посмотреть его еще раз для того, чтобы, собственно, увязать ту критику, которую высказал глава государства, с теми проблемами, о которых сейчас говорила госпожа сенатор. Давайте взглянем. Обстановка на заседании оперативного штаба была, мягко говоря, напряженной. Президент еще раз напомнил о 14 погибших и заявил, что в сфере гражданской обороны накопилось много проблем, и их нужно решать. Прежде всего, отметил глава государства, необходимо работать над предотвращением масштабных бедствий, а в случае их возникновения действовать быстро и оперативно. В нашей ситуации была проявлена профессиональная халатность, абсолютное равнодушие к судьбам людей. Сейчас и в этом я еще раз убедился. Касымжом Артутукаеву доложили об обстановке на месте происшествия. Вот только выслушать доклад вице-министра ПЧС до конца президент не смог. Возникло слишком много вопросов. Почему с самого начала не были предприняты необходимые меры? Почему пожар был хотя бы не локализован? Почему нет алгоритма действий? Вот случился пожар. Почему дается неправильный прогноз по масштабам пожара? Почему министр, которого я снял, и все руководство проявляет абсолютное равнодушие к исполнению своих непосредственных служебных обязанностей? Вице-министр продолжил рассказывать о ситуации, но недолго. Президент посчитал доклад неактуальным. В общем, доклад я прерываю, бестолковую информацию даете по уже абсолютно неактуальному. Значит, новый министр, я вам даю полномочия рассмотреть ситуацию, в том числе, прежде всего кадровую, в министерстве, поскольку люди непрофессионально работают, и дать соответствующие предложения. Досталось и Акиму области Абай Нурлану Уранхаеву. Глава государства объявил ему выговор, заявив, что тот допустил много упущений. Отсутствие оперативности, я бы даже сказал сопричастности к этому бедствию. Вы сами, как мне доложили, довольно поздно добрались до места происшествия, поэтому я недоволен работой местных исполнительных органов. Но я понимаю, область новая, вы новый Аким. Только из этих соображений я объявляю вам просто выговор сегодня. А так, в принципе, за такие вещи нужно сходу увольнять. По словам Касымжумарта Тукаева, главная задача сейчас – не допустить человеческих жертв, локализовать пожар и предотвратить распространение огня на жилой сектор. Что касается слабо организации работы в случае ЧП, президент поручил Министерству экологии и природных ресурсов и областным Акиматам оснастить лесные массивы цифровыми системами для раннего обнаружения очагов возгорания и внедрить систему видеонаблюдения. А еще усилить патрулирование лесов как с земли, так и с воздуха. Рауль Габитов, Асхат Каракойшиев, Айдос Янтибеков, Хабар, 24, область. Ну и мне хотелось бы, чтобы мой коллега Вячеслав Витлугин рассказал нам свежую информацию, что сейчас происходит в области, в регионе. Вячеслав, приветствую. Надеюсь, вы сможете с нами поделиться свежей информацией. Здравствуйте, Каиржан. Ситуация на сегодняшний день такова. Вот в данный момент мы находимся на границе Бородулихинского района. За нашими спинами в нескольких километрах отсюда вновь пылает пожар. Его разгоняет ветер. И отчитались наши службы Министерства по чрезвычайным ситуациям о том. Они привели следующую статистику. Изначально площадь пожара была 60 тысяч гектаров. Эти цифры сохранялись несколько дней. Сейчас же очаги возгораний удалось сократить до площади в 40 тысяч гектаров. Но я считаю, что к этим цифрам привязываться некорректно. Потому что, еще раз повторю, языки пламени в большинстве случаев просто перебрасывает ветром. Вот совсем недавно, как отметила одна из спикеров вашего эфира, загорелась степь. Ее удалось оперативно потушить. Поэтому никакого регламента у пожарных нет. Вот сейчас даже мы слышим за кадром рев пожарных машин. Ребята едут с вызова. Случается такое, что тушат изначально лесной пожар. Но на обратном пути попадаются как раз таки возгорания в степи. Также хочу отметить работу медиков Центра медицины и катастроф. Они прибыли достаточно оперативно. И вот накануне эфира нам удалось пообщаться с врачами. Они нам сообщили о том, что уже выполнили 25 вызовов у людей на фоне, наверное, нервного истощения, стресса. Случаются головные боли. Повышается артериальное давление. И медики приезжают на место и, наверное, оказывают оперативную помощь. Первые кадры мы уже засняли. Вот как раз таки на видео было видно, что одна из пострадавших обратилась за помощью. Это молодая девушка. Ну и, конечно же, я хочу отметить, наверное, гражданскую активность волонтеров. Они здесь с первых дней. Изначально в ряды волонтерского движения вошли местные жители. То есть сельчане из Бородулихи и Семея. Они каждый час привозили продукты, питьевую воду. То есть ликвидаторы пожара были обеспечены, наверное, первым необходимым. Это провизией, теплой одеждой. Сейчас же волонтерское движение набирает обороты. По последним данным, сейчас и Ассамблея народа Казахстана подключилась. Вообще же здесь работает больше 180 волонтеров. И доставлено свыше двух тонн провизии. Каэржан. Вячеслав, а вот если кто-то из людей, скажем так, хочет принять участие в устранении последствий пожаров и так далее, как-то помочь волонтерам и так далее, лучше им как действовать? Скажем так, собирать некую финансовую помощь, так сказать, не покидая городов и своих населенных пунктов. Потому что мне кажется, что вряд ли людям, неподготовленным, стоит вот сейчас куда-то ехать, срываться с места и вот туда пытаться попасть в зону стихийного бедствия и так далее. Это ведь может быть опасно. Каэржан, я с вами не соглашусь. Вот буквально сегодня я был свидетелем такого случая, что просто небезразличные сельчане, они подъехали в палаточный лагерь, привезли продукты, соленья, маринады и хоть чем-то постарались помочь местным жителям. Я вас очень прошу, Вячеслав, вы и ваши коллеги из съемочной группы, пожалуйста, будьте осторожнее. Потому что, насколько я понимаю, лесные и степные пожары – вещь коварная. Ну, в общем, не хотелось бы, чтобы вы пострадали. Да. Что ж, огромное спасибо Вячеславу. Я надеюсь, с ребятами все будет в порядке. Что ж, что дальше происходит, скажем так, с погодой и каким образом она влияет на ситуацию, об этом хотелось бы поговорить с директором гидрометцентра РГП «Казгидромет» Мариной Шмидт. Госпожа Шмидт, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, собственно, понятно, что предугадать сам пожар – это практически, ну, скажем так, невозможно. Но можно ли и насколько сложно спрогнозировать, ну, скажем так, возникновение условий, в которых возникновение пожаров будет, ну, скажем так, высоковероятно? Ну, одной из задач «Казгидромета» является выпуск прогнозов пожароопасности. Прогноз пожароопасности, он зависит от количества выпавших осадков и от температурного фона. То есть, если мы прогнозируем, что долгое время у нас будет сохраняться сухая и жаркая погода, и коэффициент пожароопасности будет достигать 4000 градусов, то уже «Казгидромет» составляет штормовое предупреждение, что в том или ином регионе ожидается высокая пожароопасность. Я прошу прощения, госпожа Шмидт, вы сейчас оговорились насчет 4000 градусов или имеется в виду не градусы Цельсия? Нет, это не градусы Цельсия, это коэффициент пожароопасности. Он рассчитывается в зависимости от температуры воздуха, точки росы и от количества осадков. Есть методика, метод Нестерова, и вот по ней этот коэффициент пожароопасности рассчитывается. Здесь имеется пять классов пожароопасности, но самые опасные классы это у нас четвертый и пятый. Пятый класс это когда мы ожидаем чрезвычайную пожароопасность. И насколько я понимаю сейчас, скажем так, в среднем по территории страны именно наблюдается достаточно высокий уровень этого самого коэффициента? Да, 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 вы верно подметили, практически на всей территории республики у нас сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Ну а что касается ветра, о котором сейчас говорили и вот мои коллеги, и госпожа сенатор до этого упоминала, что ветер играет достаточно активную роль в распространении пожара. Можно сейчас сказать, что вот конкретно в Абайской области, в области Абай, ну скажем так, ветер достаточно сильный или что-то в этом роде? Ну, по данным на час дня местного времени, непосредственно в городе Семей наблюдается у нас ветер северо-западного, северного направления. Средняя скорость 6 метров в секунду, порывы достигают 11-12 метров в секунду. И по прогнозу сегодня, а также вот 12 июня, этот ветер будет сохраняться на севере, западе и востоке области до порывов 15-20 метров в секунду. А в целом по области Абай прогноз на эту неделю, он какой? Стоит ли ждать дождя? Мне кажется, если бы дождь пошел, было бы пожаром намного проще справляться со стихией. По прогнозу дожди ожидаются, но они весьма кратковременные будут. И, в общем-то, на завтра мы еще ждем температуру 27-32, а вот уже 14-го температура фон немножко спадет, будет в пределах 20-25 градусов. Но к концу недели уже температура будет опять повышаться до 30-35 градусов. Ну да, значит, получается, впереди все еще сухая и жаркая погода. Ну что ж, значит, что опасность все еще высока. Спасибо огромное, госпожа Шмидт. Уже несколько раз в течение этого выпуска мы упоминали ту помощь, которую оказывают волонтеры в борьбе и с пожарами, точнее, ту помощь, которую волонтеры оказывают пожарным. И мне хотелось бы об этом поговорить подробнее с исполнительным директором национальной владелецкой сети Татьяной Миронюк. Но прежде чем, собственно, начать задавать вопросы, очень короткий предлагаю посмотреть материал как раз-таки об этом. Спасателям, которые круглосуточно борются с пожаром, помогают и волонтеры. Близко к возгораниям их в целях безопасности не пускают. Основная задача – организация и доставка горячего питания для пожарных. Они из сельских округов подвозят продукты к полевым кухням. Благодаря поддержке местных предпринимателей туда доставили больше тысячи литров чистой питьевой воды, 200 килограммов баранины, столько же крупы, пяти коробок консервов, тысячу булок хлеба и другие необходимые продукты. Да, конечно, в бушующее пламя нас никто не пустит, поэтому мы привозим продукты наиболее близко к тем районам, где происходит тушение пожара. Бойцам нужна вода, нужны продукты, никто не остался в стороне. Люди оказывают огромную помощь, потому что от работы пожарных зависит безопасность нашего села. Ну и, конечно же, мы, как жители района, болеем душой за наш лес. И что, итак, госпожа Миронюк, здравствуйте. Большое спасибо, что уделили время. Понимаю, что сейчас, да, в общем-то, как и всегда, у вас много работы. На ваш взгляд, вот насколько казахстанцы, скажем так, не остались в стороне от того, чтобы помочь региону, который оказался в бедственном положении? Вы увидели эту самую, я не знаю, как поддержку, что ли, людей, да, вот и так далее? Ну, я хочу сказать, что у нас на самом деле всегда очень изыкчивое население. В любой какой-то, наверное, форс-мажорной ситуации и так далее, мы очень сильно всегда объединяемся. Об этом говорит и численность. Вот ваш репортер недавно сказал, что 180 волонтеров работают на Сочке. Это несколько волонтерских групп, причем действительно это жители и местные, и те, которые присоединяются из самого семьи, и даже в Сульске Миногорска приезжают дополнительно помогать. Плюс я хочу сказать, что за два дня, так как мы открыли гуманитарную помощь, спор средств, за два дня больше даже 14 миллионов тенге говорит о том, что все-таки казахстанцы всегда радеют душой, всегда объединяются. Мне кажется, здесь срабатывает еще принцип АСАД, никуда он не девается, он всегда остается, наверное, даже, можно сказать, в крови тех, кто здесь проживает. Независимость от национальности, чего-то еще. Безусловно, безусловно. Ну, а если человек хочет помочь, но он территориально находится, грубо говоря, на другом конце страны, и, так сказать, каким образом он может принять участие, помочь, оказать свою поддержку и так далее? Каков должен быть алгоритм, скажем так, его действий? Во-первых, наверное, стоит поискать официальные источники, это очень важно. Пожалуйста, проверяйте данные, куда вы отправляете средства или гуманитарную помощь, чтобы это не оказалось мошенничество. Как только вы убедились, что это действительно какой-то аккаунт, который является официальным, либо он предоставляет достоверную информацию, то есть всю отчетность он делает публичной, это означает, что вы можете либо перечислить средства, либо начать собирать гуманитарную помощь. На данный момент я хочу сейчас сказать, что гуманитарная помощь в основной массе, например, вещами и так далее, она не требуется району. Мы собрали сейчас на данный момент, я даже прям полностью сумму скажу, 14 миллионов, 789 тысяч тенге на данный момент, и эти средства будут распределяться следующим образом. На месте работают несколько поисковых групп, это волонтерские центры от Лидер КИЗ, более такой самой объединяющей большой организации. Мы будем делать закуп, естественно, официально, то есть обеспечение бензином, потому что есть автоволонтеры, сейчас работают, ну вот две организации, которых я лично знаю, это клуб «Колея» и «Оса» объединения автолюбителей. На них мы будем талоны закупать, на бензин и так далее, потому что конкретно волонтеры занимаются сейчас и не только закупом, да, фасовкой или готовкой, но и также развозкой до точек, до тех штабов, которые находятся там, их сейчас три на данный момент. Плюс у нескольких волонтеров всего лишь есть доступ к охранным пунктам, именно в лесополосе, то есть в лесной зоне, для того, чтобы довести провизию и туда. Я думаю, что это очень хорошо, плюс, конечно, будем закупать именно для провизии какой-то дополнительный компонент, для того, чтобы волонтеры могли осуществлять свою деятельность там внутри. Ну, то есть действительно получается, что неподготовленному человеку, да, который, скажем, не знаком с местностью и так далее, вот просто так вот бездумно сесть за руль и попытаться на машине туда поехать, не стоит этого делать, да? Мы, конечно, за безопасность превыше всего. Опять же, волонтеры, те, которые не работают, например, или не проходят курс подготовки ЧАЭС, мы должны же точно разделять. Волонтеры могут помогать при ликвидации последствий ЧАЭС. В ликвидации самом ЧАЭС, конечно, участвовать они не могут. Пожарные работают, и спасатели работают 24 на 7. Я хочу сказать, что также помогают и волонтеры, они работают посменно. То есть вот это большое количество, у нас есть посменно около 60 человек, которые конкретно заставляют, да, такую помощь, как провизию и так далее до точек. Поэтому все-таки стоит подумать о своей безопасности. Вы можете помочь на месте, вы можете распространять достоверную информацию, вы можете давать контактные данные тех волонтерских объединений, которые уже работают там. Если вы хотите присоединиться как волонтер, я прям лично советую просто найти действительно достоверное объединение, найти контакты и лучше включиться туда, в работу, в помощь, чем действовать как будто одному. Потому что когда вы в объединении, вам проще, это распределение ресурсов, это распределение работы, никто не должен работать вот прям, чтобы на износ и так далее. Все-таки волонтеры – это люди, у которых есть какая-то своя мотивация внутренняя, опять же, и плюсы, это люди, у которых есть своя работа, своя семья, они должны четко распределять какие-то эти вещи тоже. Последний, еще один вопрос, если можно. Вы упомянули мошенников, то есть получается, что каждый раз, когда, ну скажем так, общая беда заставляет людей объединяться и помогать друг другу, всегда находятся какие-то мерзавцы, которые пытаются воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы, скажем так, выманить деньги, да? Зачастую так и бывает. Очень мелкие какие-то вещи, какие-то аккаунты, если есть недостоверная информация. Опять же, люди всегда готовы помочь. Помочь проще, это, например, перечислить какие-то средства и так далее. Даже бывают случаи, когда нам присылают там по сто тенге, это тоже все равно идет в дело, это очень здорово. Но действительно бывает так, что зачастую бывают мошенники, которые пользуются просто ситуацией. Такое же было, когда мы отсылали гуманитарную помощь в Турцию. Эти моменты у нас прослеживаются и в январских событиях, когда тоже было открыто очень много фондов, которые собирали деньги. Поэтому просто я прошу населения, когда вы смотрите, ну, проверяйте, смотрите правильность и достоверность информации. Опять же, никто не отменял публичный отчет. Все-таки деньги, которые выдаются на благотворительность, они требуют публичного отчета. Нужно очень четко это понимать. Безусловно. Огромное спасибо, госпожа Миронюк. Если можно, буквально вот еще минут 10 побудьте, пожалуйста, с нами на связи. Я постараюсь еще раз к вам обратиться. Что ж, далее хотелось бы поговорить с известным экологом Вадимом Епиевым. Господин Епиев, здравствуйте. Что ж, давайте попробуем, ну, скажем так, ну, я понимаю, что сказать оценить пока нельзя, потому что это, наверное, будет большая аналитическая работа, чтобы понять, каков именно ущерб для лесного массива. Но, тем не менее, мы можем хотя бы как-то попробовать осознать, ну, с какой бедой в природном экологическом плане мы столкнулись на данный момент. Или все это станет понятно только когда пожар будет ликвидирован? Ну, оценить ущерб, наверное, здравствуйте, но сейчас сложно, да, для меня недостаточной информации. Скажем, я бы хотел сказать, что, если вы помните, мы обсуждали в прошлом году то, что происходило в Кустанайской области, да, осенью. Ну, я как бы говорил, что это будет происходить чаще, и это невозможно прогнозировать, но, тем не менее, есть несколько аспектов есть, да, которые я хотел сказать о причинах. Первое, это у нас ряд лет засушливых, да, вот 21-й был, у нас очень сильная засуха. В принципе, в 20-м году, вот, скажем, первые такие значительные пожары, и теперь сейчас уже в других местах. То есть здесь два эффекта, вот этот вот накопительный эффект, да, вот, скажем так, лес, он не восстанавливается от этих засух, да, и, скажем, какие-то деревья, может быть, погибают. Я могу только, ну, как бы предполагать, да, не обладая полной информацией, вот, и, скажем, запасы воды в почве, в подземных водах, они как бы истощаются, и вот такие вот эффекты, они кумулятивные, да. То есть они накапливаются и наслаиваются друг на друга, и становятся все хуже и хуже, вы об этом? Да, я, это я, скажем так, предполагаю, согласно, скажем, тем же исследованиям, да, потому что, скажем, у нас ожидалось, что, например, в этом году выпало много снега, и что будет половодие, да, но, как бы этого, в общем-то, не случилось. Резкое потепление, ранний период начала вегетации, да, истощение влаги почвы и так далее. И вот этот вот эффект, как бы уже в начале лета мы имеем в виду такой вот уже серьезный пожар, да, это вот, как бы, один момент. А второе, например, вот мы обсуждали недавно с Национальным парком Боровое, что вы в одном сюжете также обсуждали о том, что пожар это, как бы, естественная часть, как бы, развития экосистем лесных, да, то есть, как бы, терминальная стадия, да, то есть, пожар, как бы, лес растет, стареет, и потом, как бы, может произойти пожар, снова, как бы, восстановиться. Так как, вот, запрет на вырубку, да, расчистку лесов приводит, как бы, нарушение человека, как бы, вмешивается в этот процесс, и это может накопить тому, что, скажем, старые, больные деревья, сухие, поврежденные, они, как бы, накапливаются, да, и такие вот события, как бы, они приводят вот таким мегапожарам, да, сейчас то, что это проблемы, вот вы отмечали в Северной Америке, в Канаде, в Сайдане. То есть, это вот два таких аспекта, которые бы я хотел бы отметить. Хорошо, что вы упомянули, как раз-таки, зарубежный опыт, потому что у нас есть еще один небольшой материал, который показывает, каким образом в США, в частности, в Калифорнии, пытаются бороться с огнем. Очень, я бы сказал, парадоксальный способ. По сути, речь идет о том, чтобы использовать против огня огонь. Давайте взглянем. В Калифорнии хочется бороться с пожарами огнем. Предупреждать стихийное бедствие, по мнению местных активистов, можно при помощи контролируемых возгораний. Такой способ поможет избавиться от сухого древесного мусора и кустарников. За последние несколько лет леса штата сильно заросли из-за того, что там действовал запрет на разжигание костров. Власти Калифорнии подтверждают, что территориям штата необходима хорошая чистка. В прошлом году они огласили план, согласно которому путем контролируемого огня будут очищать около 160 тысяч гектаров леса в год. Так, у нас осталось буквально 3-4 минуты эфира. Мне хотелось бы еще раз пообщаться с моими гостями. Госпожа Шмидт, насколько я понимаю, работа ваших коллег не прекращается никогда. И, по сути, наблюдение за климатом, за погодой – это процесс постоянный и так далее. Вот только что вы мне сказали, что, это было за кадром, пока шел материал, что еще в начале мая были, собственно, некоторые предупреждения от вашей службы. О чем речь была? Я хотела бы действительно отметить о том, что начиная с 19 мая Казгидрометом были выпущены штормовые предупреждения. Сначала они были выпущены по северу Абайской области о том, что ожидается высокая пожароопасность. Ну и потом уже с нарастанием безосадочного периода и температурного фона. Это пожароопасность, класс 4, перерост в 5 класс. То есть уже по сегодняшний день практически на всей территории Абайской области ожидается у нас чрезвычайная пожарная опасность. Соответственно, людям все еще надо быть на стороже. И, кстати, вот хотелось бы в этот момент еще раз напомнить, уважаемые телезрители, дорогие казахстанцы. Понятно, что лето, понятно, что там в выходные всем хочется там за городом отдыхать и так далее и так подобное. Но когда Казгидромет распространяет вот эти предупреждения о высоком риске пожаров, то ни в коем случае, пожалуйста, уважаемые телезрители, ни в коем случае не разводите, пожалуйста, костры. Потому что любой огонь, любой костер при такой сухой погоде плюс сильный ветер, просто-напросто мы получаем еще один неконтролируемый очаг возгорания. Спасибо огромное, госпожа Шмидт. Госпожа Миронюк, во-первых, на прощание хотел бы сказать и вам, и вашим коллегам, всем волонтерам, которые принимают участие и в помощи в этот раз, в поддержке. И всегда огромное спасибо, потому что то, что вы делаете, это очень важно, очень нужно, и это действительно показывает, что в тяжелые моменты люди могут объединяться, могут подставлять друг другу плечо, помогать друг другу и так далее. И это на самом деле внушает надежду. Может быть, вы хотели бы обратиться к зрителям, к тем, кто хочет помочь, кто неравнодушен и так далее и так подобное? Ну, во-первых, да, я тоже хочу присоединиться к словам благодарности всем волонтерам, которые сейчас находятся на месте, особенно в горячих точках, где-то там внутри. Спасибо вам огромное. Я знаю, что вы работаете сейчас тоже 24 на 7. Также, наверное, хочу выразить слова в поддержке всем пожарным искусателям, которые тоже работают в авральном режиме. Держитесь, мы вместе с вами. Всем, кто хочет присоединиться к волонтерской какой-то деятельности, оказать какую-то помощь, находите официальные странички на национальной волонтерской сети, и Facebook, и Instagram, и так далее. Смотрите достоверную информацию. Также мы делаем ссылки на тех коллег, которые работают там на месте, лидерки Z, какие-то другие волонтерские движения. Вы можете присоединяться к ним абсолютно свободно. Главное, мне кажется, желание и время, самый ценный ресурс. Безусловно. И еще раз напоминаю про предупреждение, что будьте осторожны, уважаемые телезрители. При том моменте, когда вы пересылаете кому-то деньги, средства на сбор помощи и так далее идет, обязательно проверяйте внимательно те данные, чтобы не отправить деньги каким-то мошенникам. Что ж, господин Епиев, нам с вами, видимо, предстоит, скажем так, поставить точку в сегодняшнем разговоре. Но прежде чем, скажем так, сделать некий вывод относительно того, что происходит в мире с климатом, и в частности у нас в Казахстане с пожарами, хотелось бы показать еще один материал о борьбе с лежитными пожарами, на этот раз и с Францией. Мне кажется, будет интересно. Давайте взглянем. Несмотря на то, что жаркая погода во Франции установилась не так давно, с начала года в стране уже сгорело 20 тысяч гектаров леса. Эксперты по климату прогнозируют, лесных пожаров с каждым годом будет все больше. Ожидается общий рост. Проще говоря, к 2050 году мы ожидаем увеличение зон пожаров на юго-западе страны на 85%. И к концу века прогноз зависит от сценариев выбросов на глобальном уровне. В пессимистичном сценарии предусмотрен трехкратный рост числа крупных пожаров площадью от 100 гектаров. И в части зоны риска сегодня в них входит треть юго-запада. К 2050 году это будет половина. И к концу века две трети площади. Что ж, господин Епиев, давайте попробуем подвести итог. У нас с вами есть минута две, не больше. Итак, на ваш взгляд, мы смотрим просто, что во всем мире климат меняется везде, во многих странах. Точнее, пожары эти самые бушуют, в том числе и у нас. На ваш взгляд, мы уже прошли вот эту точку невозврата в плане изменения климата? Или у нас у человечества есть еще какая-то надежда? Вы этот мне вопрос задавали в прошлом году. Какая у вас память хорошая. Да, да, да. Думаю, что сейчас уже, скажем так, полтора градуса уже неизбежны. Мы движемся к потеплению на 3-4 градуса. Это уже, скажем, наиболее реалистично. То есть, не знаю, действовать надо как бы то же самое, что я сказал вам в прошлом году. Но действовать нужно сейчас уже. И нужно сейчас уже адаптироваться к текущим условиям. Да, и, скажем, управлять такими рисками, рисками пожаров, наводнений. То есть, и улучшить взаимодействие между различными организациями и службами. Я не знаю, МЧС, Казгидромет, Казахстан-Гарыш-Сапары. И тоже производить научные исследования, да, чтобы лучше предсказывать, да, какие именно специфические условия создаются для засух и пожаров. Безусловно, безусловно. Огромное спасибо, господин Епиев. На прощание хотелось бы еще раз выразить соболезнования родным семьям погибших сотрудников в области Абай. Это все, что мы успели обсудить к данной минуте. Дневная смена продолжит свою работу в эфире телеканала Хабар 24 в 16.15. Будем снова говорить на эту же тему. Мы, кстати, приглашали к этой беседе представителей МЧС и Министерства экологии. В этот раз они не смогли. Смогут ли в 16.15? Посмотрим. Всего доброго.